Всем привет, с вами Иван Жданов. В Москве прямо среди спокойного спального района вспыхнули огни нового ракетного завода. Власти дали добро уральским авиалиниям перевозить нас на ржавых самолетах. И новости из США. Палестинские протестующие штурмуют Капитолий. Расскажу про все прямо сейчас. Вчера был год трагедии в Йейске. Это Краснодарский край. Тогда военный самолет Су-34 упал на жилую многоэтажку. Погибли 16 человек. Вы сейчас видите, что там происходило. И семьям погибших до сих пор не выплатили обещанные компенсации. Вот, например, в семье Ищенко погибли 7 человек. Три поколения. Их родным вместо положенных 7 миллионов выплатили только один. Этих денег не хватило даже на памятники и похороны. И родные сейчас судятся с Минобороны, но не очень-то надеются на успех. Власти проверили работу уральских авиалиний. Нашли кучу нарушений и неисправностей. И все равно разрешили компания летать. Проверка показала, что авиакомпания использует самолеты с поврежденными фюзеляжами, коррозией, неправильной герметизацией. Но в авианадзоре пришли к выводу, что все эти нарушения не опасны. И так сойдет. И вот недавнее доказательство. Самолет компании, который экстренно сел в поле из-за технических неполадок. И рассматривают вариант, что он сможет взлететь прямо с поля. На востоке Москвы, в Некрасовке, открыли ракетный завод. Некрасовка. Огромный спальный район. Вот и завод будет прямо посреди жилых домов. Он будет производить ракеты ПВО. Вы сейчас видите радостный промо-ролик от московской мэрии. А вот жители от такого соседства не в восторге. Они писали обращение к Путину. Требовали отставки Собянина. Против строительства выступал даже депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Там вырубили целый парк, когда все строили. И власть в очередной раз доказывает, что ей абсолютно плевать на людей. А потом будут удивляться, а почему дроны в жилые дома попадают. Кстати, Собянин, когда рассказывал про этот завод, хвастался, что вот наконец-то в Некрасовке появятся рабочие места. А вот скоро на таких заводах смогут работать даже дети. Депутаты из Татарстана предложили изменить трудовой кодекс. Разрешить подросткам с 16 лет трудиться на вредных и опасных производствах. В том числе и оборонных заводах. И у закона высокие шансы быть принятым. Его поддержали в Госдуме. Вот глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов пожаловался на который голод. И сказал, что работать на военном заводе безопаснее, чем находиться на улице. На акции протестов в поддержку Палестины в Дагестане задержали как минимум 16 человек. Им выдали повестки в военкомат прямо в отделении полиции. Точное число задержанных неизвестно. А вот в Брянске открыли детский сад для губернатора. Детский сад Рыничок. Открывали в конце августа. Губернатор приехал посмотреть. Ему все понравилось. Собрали родителей, детей. Показали новые комнаты, спортзалы, бассейн. И даже спектакль устроили. Играли в нем дети в костюмах зверушек. А вот сейчас, в октябре, родители рассказали, что детсад закрыли. Детей перевели в старое здание, которое наладан дышит. Ну а что, не для детей же открывать садик. А губернатор разок сходил. Так что все нормально. Количество осужденных за терроризм в России за год выросло почти в 8 раз. За первые 6 месяцев 22 года было всего 5 таких осужденных. А за 6 месяцев этого года 39 случаев. В основном это поджоги военкоматов. И хотя там не бывает обычно ни пострадавших, ни серьезного ущерба. В последний год подожгли очень много военкоматов. Их рассматривают как теракт. А сроки за такие дела 10-20 лет. Я не желаю все! Все вы оставались здесь! Все вы оставались здесь! Бобка ведется! Спасибо, что вы не разошлись, не бросили здесь меня. Один за всех! И все за одного! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Давай на лучший лову! Давай на лучший лову! Давай на лучший лову! Зд Аллахин! На фронте в Украине без особых изменений. Вчера вечером российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской области. Погибли два человека, еще один ранен. Разрушено кафе, жилой дом поврежден. В Николаеве из-за удара разгорелся пожар на складе, никто не пострадал. На сегодня вот это все, что можно сказать прямо о фронте. Египет и США договорились пропустить первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газа. Поставки могут начаться не раньше пятницы, а сам груз будет встречать и распределять сотрудники ООН. И если Хамас будет этому мешать, то поставок больше не будет, предупредил Байден. США выделили 100 миллионов долларов на помощь Газе. Нетаньяху также сказал, что Израиль не будет препятствовать доставке гум-грузов, но если они будут распределяться на юге сектора Газа и не попадут в руки террористов. Премьер Британии Риша Сунок сегодня утром прибыл в Израиль и сегодня же должны пройти переговоры с премьером и президентом. Там будут обсуждать тоже гуманитарную помощь, эвакуацию жителей из Анклава. Вчера посещал Израиль Джо Байден и Макрон тоже заявил, что приедет в Тель-Авив. Может позвонить. В общем, западные страны поддерживают Израиль и готовы вкладываться в решение гуманитарного кризиса. Пропалестинская демонстрация вот в Вашингтоне завершилась же в здании Капитолия. Несколько сотен человек вошли в здание и устроили там стихийный митинг. И вот спикер палаты представителей вышел к протестующим с флагом Израиля. Полиция следила только за тем, чтобы протест не выходил за мирные рамки. И в итоге все-таки задержали 100 человек. Вот они были припровождены в автобус. Такой красивый автобус, согласитесь. И так начался сегодняшний день, 19 октября, 603 день войны. Продолжайте нас поддерживать лайками, комментариями и на Патреоне популярные политики. Потому что это тоже важно, присоединяться к этим людям. С вами Иван Жданов. Завтра Ян Матвеев. Воскресенье военное положение, а в субботу наоборот. Военное положение в субботу, а самое важное в воскресенье. Но вы все знаете. Пока.